Андрей Длигать с нами уже на связи, сейчас поговорим о серьезном, доктор экономических наук и глава Адвенчер Групп. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, я тоже музыкант, я могу и об этом, но давайте, конечно, поговорим об экономике. Андрей, вот как раз мой коллега Александр только что вспоминал действительно про очень знаковое событие для Украины. Речь идет о том, что частично все-таки будут освобождены наши порты для того, чтобы можно было вывести зерно и начать им торговать. И есть эксперты, я всегда вот для справедливости, чтобы, знаете, не было просто урапатриотических возгласов, я слушаю вражеских экспертов. И вот россияне даже начали говорить, а для Украины это большая победа. Во-первых, немножечко мы стали себя уютнее и увереннее чувствовать в Черном море. А во-вторых, конечно же, в Украину снова пойдет доллар. И это действительно победа. Что вы скажете, как раз как украинский эксперт, поддерживаете ли вы такую мысль, что от этого Украина только выигрывает? Безусловно, Украина выигрывает значительным образом от размораживания зернового, я надеюсь, не только зернового экспорта. Порядка трех четвертей вообще украинского экспорта, что через морские порты, металлурги и сельское хозяйство. Для Украины это в конечном итоге означает порядка одного миллиарда долларов ежемесячно в увеличении наших валютной выручки. По нынешним временам это половина, это фактически удваивание нашего экспорта. Если речь идет о том, что давайте сопоставим некие расходы и приходы. Вот сейчас украинские журналисты подсчитали, что Российская Федерация тратит на войну в день 400 миллионов долларов. И мы знаем, что у них есть откуда брать эти деньги. К сожалению, это как раз те энергоресурсы, наложить санкции на которые, к сожалению, не приходится. У нас, вы говорите, это будет сумма порядка миллиарда. Мы знаем, что у нас большой дефицит бюджета в целом и нас датирует порядка 5 миллиардов долларов в месяц. Но что вы скажете об тех деньгах, которые будут приходить? На что будут тратиться? Просто на поддержание экономики? Или мы сможем еще и некие военные свои аспекты усовершенствовать, сделать нашу армию еще мощной? На что пойдут эти деньги? Давайте по шагам. Значит, первое, Украину не датируют 5 миллиардов долларов в месяц. Это то, что нам нужно. Но мы получаем примерно вдвое меньше, чем нам нужно. К сожалению, западная помощь идет существенно медленнее, чем должна идти. А по-хорошему, нам нужно 6 миллиардов ежемесячно только на финансирование дефицита украинского бюджета. Те деньги, которые сейчас будут приходить как выручка от экспорта украинского зернового, это деньги не государства. Это деньги тех, кто владеет зерном, кто продает зерно, кто выращивает зерно. Деньги зернотрейдеров, наших международных партнеров. Украина как государство будет получать налоги. Будет получать, естественно, налоги внутренние, налоги экспортные. Но, учитывая, что мы экспортерам возвращаем НДС, государство достаточно мало получит непосредственной, прямой выгоды от размороженного экспорта. Выгоду получит бизнес, который получит деньги, которые позволят ему покупать, потреблять, инвестировать. То есть, в конечном итоге государство, конечно, выиграет. И выиграет сотни миллионов долларов вот этих платежей. Ну, а теперь, что касается финансирования украинской войны. К сожалению, Запад финансирует дефицит украинского бюджета, социальные выплаты, но отказывается напрямую финансировать ведение войны. Да, есть и другие программы, но Украина по-прежнему закупает вооружение, финансирует военных за свой счет, за счет налогоплательщиков или за счет действий, которые делает Национальный банк. Резервы Национального банка еще не исчерпаны, но возможности Национального банка к дополнительной эмиссии фактически исчерпаны. Прибыль Национального банка уже выплачена. Соответственно, для нас есть два пути сейчас. То есть, это активизация экономики и это усиление международной помощи. Ну, а если мы говорим о том, о деньгах в Российской Федерации, стало известно, что буквально за последнее время россияне очень активно начали выводить деньги в банки так называемого СНГ, в стран СНГ. Это Узбекистан, это Казахстан, это Армения, это Грузия и даже Азербайджан. Вот что с этими деньгами на самом деле? И не стоит ли задуматься о том, чтобы каким-то образом, ну, скажем так, достать эти деньги из этих банков? Потому что таким образом Россия же может обходить любые санкции, которые наложены и Европейским Союзом, и западными странами. Вы абсолютно правы. Это одна из главных проблем на текущий момент. Есть несколько моментов. Во-первых, деньги, которые вводятся, это в том числе деньги граждан России. Граждане не попадают напрямую под санкции, и они вольны распоряжаться. Ни одна демократическая страна не будет препятствовать гражданам другой страны пользоваться собственным ресурсом, если они не попадают под санкции. Другое дело, что, конечно, под такими выводами денег скрываются, в том числе, то, как Россия финансирует закупки. Параллельный импорт, продукцию двойного назначения, или даже военные закупки, она финансирует вот таким вот образом, выводя финансовые ресурсы под видом частных, бизнесовых, в страны соседей, в страны союзные. Затем дальше эти деньги работают на цепочке поставок. Конечно, одна из главных задач, то, что мы требуем сейчас от новых пакетов санкций со стороны Европейского Союза, Британии и Соединенных Штатов, в первую очередь, это санкции вторичные. Санкции, которые бы накладывались на страны и компании, которые помогают России избежать основных санкций. Просто представьте себе, 10 раз вырос финансовый поток в Грузию. Там уже вопрос идет о сотнях миллионов долларов, которые отмываются русскими через грузинские банки, финансовые учреждения. Конечно, и для Грузии, и для Армении, которая находится в самой простой финансовом состоянии. Это хороший способ заработать свои комиссионные, но эти страны должны очень четко понимать, что заработок миллионов комиссионных может привести к дальнейшей потере этими странами миллиардов и перспектив на нормальную интеграцию в мировую экономику. Андрей, конечно, невозможно вас не спросить еще о энергетической игле, на которой сидит вся Европа. И вы знаете, было предложение о том, чтобы на 15% сократить потребление газа российского европейскими странами. Сейчас уже есть несколько стран, которые сказали, что они категорически против. По последней информации еще и Греция к ним присоединилась. И знаете, мне иногда кажется, что не Европа внесет энергоресурсы российский в санкционный список или откажется, а что сама Российская Федерация через шантаж и какими-то решениями президента-убийцы Путина в принципе сама перекроет этот вентиль. Но мы понимаем, что насколько сейчас это важный аспект. Европейцы уже готовятся, они уже говорят, что будет холоднее зимой, меньше будет горячего душа и так далее. Как бы вы сейчас оценили вот эту войну на энергетическом рынке и не додавит ли, не дай бог, Путин европейские страны к тому, чтобы они начали вести более мягкую санкционную политику против России? Вы знаете, это, конечно, очень странно, но средняя температура в Европе, в домах, и температура воды, которая пользуется, она существенно ниже, чем в Украине. Так что европейцы, они уже в большой степени стараются экономить даже на уровне домохозяйств. А то, что касается государств, я уверен, что Россия со своей стороны любой шантаж использует только для получения преференций, а не для того, чтобы потерять рынок. Они заигрались в этот шантаж. Они уже в результате этого шантажа выпали совершенно из стратегической перспективы для Европы. Так что Европа в ближайшие годы откажется от поставок газа на Европе, от российских поставок газа. Тем более посмотрите, каким образом активизируются поставки, в первую очередь, нефти, но затем и газа из таких стран, как Нигерия, Ливия. Дальше то же самое произойдет, конечно, из стран Ближнего Востока, Иран. Будет достигнута сделка. Будет размороженный рост добычи в Венесуэле. Так что 2023 год будет уже принципиально другим энергетическим годом. Услышали вас, Андрей. Благодарим за то, что вы появились в эфире утро февраля. Андрей Длигоч, доктор экономических наук и глава Adventure Group, был у нас в эфире.